Привет, я Саня Кулинич. Сегодня я снова попробую быстрые, элитные, самодельные алкогольные напитки. С сайта мирбир.ру мне прислали такой набор эссенций стил спиритс, черри бурбон, виски, голтром и текила. Все просто. Выливаю содержимое бутыльков в банки и заливаю самогоном до общего объема 2 литра. Крепость должна получиться 43 градуса. Да-да, я решил не на 2 с четвертью литра использовать эссенции, как написано на упаковке. Напитки остаются отдыхать на 4 дня. Цвет текилы желтоватый, а голтром скорее дарк. В общем, цвета красивые! Ну, приступим к дегустации. Сегодня я разлил эти напитки в свои бутылочки. Кулинич сингл малт получается, вискарик. Черри бурбон, свой, естественно, типа бурбон, да. Да, кулинич бурбон. И у меня есть еще такая, да, вот ром. Тут я в виде пирата. Ну и была у меня бутылочка из-под текилы El Destillador. Конечно, я текилу эту не пробовал, просто бутылочка мне досталась. И туда налил, естественно, текилку. Вот! А вот кто хочет узнать, что это за бутылки такие, что такие за этикетки на них, ну, по ссылочке в описании я вам оставлю, куда глянуть, сколько стоит. Потому что я их уже много показывал, вопросы все равно будут. Поэтому это даже не реклама, потому что за это точно не платили. Да и не платили никогда, потому что это был просто бартер по бутылочкам. В общем, нужно пробовать. Первый у нас пойдет виски. Просто виски, то есть там никаких лишних слов, просто виски. Есть некие фруктовые нотки, но не та, которая мне нравится, именно грушевая. И вискарность, вискарность не влазит. То есть то, что обычно у нас в таких дешевых блендах, что-то вроде похожее, наверное, у нас, да, на такие более дорогие вискари. Но, опять же, я, конечно, крутить их не буду. Но в дорогих виски там без раскруток сразу ясно, там плотность, мощность. Плотности нет, потому что, как минимум, это сделано на обычном самогоне, да, то есть просто обычный сахарный. Ладно бы еще в ячменный залить. Ну, кстати, это как вариант, во-первых, чтобы не выдерживать долго, а взять в ячменный дистиллят или там из концентрата ячменного, например, сделать. И будет гораздо вкуснее. Естественно, будет вкуснее, будет, как минимум, плотность будет напитка, потому что все-таки, ну, зерновое что-то, особенно если перегнано, без сильного укрепления. Очень-очень приятно пахнет, то есть фруктовостью. То есть смахивает именно на более дорогие вискари. То есть нет этого исходного там сырья, то есть солодового запаха нету. Ну, то есть в основном в блендах оно что-то вот такое, то есть нюхаешь, вискари. В дорогих же там много всего, и я думаю, что если еще посидеть, покрутить. Конечно, если крутить, здесь вылезет спирт исходного сырья. Это вот, ну, по-любому, поэтому я этой фигней не страдаю. Ну, давайте выпьем за элитный алкоголь, который мы можем сделать своими руками. Конечно, да, с использованием хороших, дорогих эссенций. Ну, очень приятный. Да, послевкусие у нас прям то, что я ощущал в, ну, в том же Маккалоне. Но здесь есть сладость. И сладость, она мне кажется, немножко неестественная. Ну, в целом, очень приятный напиток. 43 градуса. Да, все-таки, да, конечно, достаточно мягко, но крепость чувствуется. Нужно закусить. Сегодня впервые на канале. Ролл я буду есть палочкой. Но не так, как обычно все едят. Хотя, может быть, наоборот, все обычно так и едят. Ну, ты хотел я роллов, ё-моё. Ставьте лайк, кто тоже захотел роллов. Вот имбирь вот этот люблю. А имбирную настойку что-то ни разу не попробовал делать. Там лимон инбирный, ещё. Освежаем рот. И тоже один из интересных вариантов. То есть, что никогда в жизни я сам не делал. Это черри бурбон. Здесь нету такого ощущения, что, да, вот как было у меня в одном из видео ощущение жвачки. Но эти сравнения мы будем делать в отдельном видосе. А ещё сегодня возник такой вопрос. А может быть, всё-таки стрим делать? Очень уж давно стримов не было. Наверное, месяца 4 или 5 будет. И вот если в сентябре замутить, как раз месяца 5 не было стрима. И замутить стрим, и там будет просто очень много напитков. Получается 4 вот этих, 5 тех. Ну, вообще 4 будет сравниваться только, да. И плюс мои 4. И причём мне ещё черри бурбон надо как-то замутить. Ну, понятно, что я просто возьму и смешаю бурбон свой, который вот у меня был один из последних. Просто смешаю с вишнёвой наливкой в какой-то пропорции. Ну, чтобы добить какой-то вишнёвый аромат. Здесь он, ну, так скажем, более в сторону натуральности. Всё равно он очень насыщенный. Такой вишнёвый аромат всё-таки в наливке даже не получается. Но здесь он иной. Однозначно иной. И я бы сказал, именно более, более такой, более близкий к вишне самой. Очень-очень ароматная штука. Это прям, прям аромат сидеть, сидеть вот так вот. И только нюхать, нюхать. Прикольно. Очень-очень классный. Но вот самое-то интересное. В бурбоне-то я тоже уже разобрался в запахе, что я хочу ещё и запах бурбона чувствовать. А тут всё, всё вишней, всё вишней перебивается. Ну, может быть, как раз это и есть удел вишнёвого бурбона, что тут должна быть у нас вишня основой. Но, понятно, мы понимаем, что это эссенция. Не нужно строить из иллюзий, что у тебя получится точная копия, там, напитка, который ты сделаешь натурально, там, возьмёшь также при брожении, может быть, вишню сбродишь, то есть, где в дистилляте будет конкретный настой. Или отдельно вишнёвый дистиллят добавишь к бурбону. То есть, у меня, например, вишни столько нет, я буду с наливкой работать, так скажем, попробую. Так скажем, эксперимент, что будет лучше, а там уже либо на стриме, либо на одном большом видео, то есть, там 12 напитков, и вот там-то я точно, естественно, накидаюсь. Ну, давайте, и напишите в комментариях, стрим или большое долгое видео в сентябре, а, собственно, про сравнение этих напитков с другим брендом и с моими. Заметьте, сделал я это всё на основе не 2,25 литра, а в общей сложности 2 литра, получается, чтобы крепость ещё подогнать. То есть, бутылёк, учёт, как бы жидкость. Хотя бутылёк, скорее всего, тоже спиртуозный. Ну, в общем, такие дела. Черри-бурбон, я считаю, надо разбавлять больше. То есть, дать больше самогона. То есть, он в послевкусии очень сладкий. Эта сладость мне не нравится. То есть, да, кстати, сладость, возможно, и в вискаре также показалась. Но она там, там она нормальная, умеренная. Я её вполне себе, как бы, воспринимаю нормальной. То есть, это прям хорошо. А вот с черри, с черри, да, прям слишком. Надо, значит, добавлять. Но ничего не мешает добавить. Почему бы и нет? Ну, нужно закусывать. Да, крепость 43 всё-таки, да. А если это ещё и эссенция какую-то крепость имеет. Скорее всего, она должна быть алкогольная. То крепость там у нас даже чуть больше 43. И это, как бы, не совсем мой вариант. Вариант, но я это делаю только потому, что я узнал, что, ну, как бы, 43, возможно, может быть, более таким, для раскрытия ароматов лучше. Но, может быть, это для натуральных напитков, а не на эссенции. Ну, в общем, это я пробую. Ничего мне не мешает потом добавить немного воды, как раз даже вот в этот напиток тот же, и снизить до своей крепости. Скорее всего, когда мы будем сравнивать всё, я буду снижать крепость именно для того, чтобы с моими напитками, которые, естественно, обычно 40-градусные, всё совпадало. Так, ну-ка, 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 рулец, рулец. Вот меня за всё и беспокоило, что он может слезть просто. А, нифига, не слазит. Всё хорошо. Ммм. Ну, очень вкусно. Когда особенно роллы, чтобы такие были, чтобы толщина лосося была бешеная. Если маки, то, чтобы внутри было много начинки и мало риса. Не везде можно попробовать вкусные роллы. Даже в южной столице Казахстана роллы оставляют желать лучшего. Очень далеко. Они, причём, могут быть дешёвыми, но ужасно просто отвратительными своим вот этим, ну, со своей экономией просто. Их самое главное, что реально, я не знаю, такое ощущение, что я не в нескольких, так скажем, доставках заказывал. Сколько вижу тоже там у знакомых с Алматы. Роллы какие-то тоже странные, не очень, они мощные. У нас же делают классными. И, естественно, в Питере пробовал очень-очень крутые роллы, потому что там они ещё круче, чем наши. То есть они крупнее. И, блин, ну, рот можно наоборот сделать. Таких роллов. Да, многие скажут, да, лучше мясо. Ой, устаю повторять, что, ну, хочется, ну, люблю. Иногда хочется, и никакие деньги не жалко, чтобы здесь и сейчас у меня появилось немножечко роллов. Да, если бы мы ещё в регионе бы в хорошем были, который ближе к поступлениям свежей рыбы, то можно было бы и на сашими замахнуться, и просто суши, ну, то есть такое дело. Но мне нравится сыр ещё сливочный, поэтому как-то без роллов-то быть. Вот этот ром пахнет точно так же, как ром Темплиер. На канале, естественно, есть видео. Есть видео, как я пытался сделать, повторить свой ром с добавлением ванили стручковой. Ну, то есть, ну, некий эксперимент провёл, так скажем. Что-то лёгенькое появилось там, ванильное, но не такое, как здесь. Не такое, как конфетка, не такое, как именно вот здесь. Вот правда, не такое, как здесь. Здесь сладко-ванильный аромат. Вот именно, как конфетка, как фроме Темплиер. То есть, прям один в один запах. А Темплиер может даже быть мощнее. Но мы тоже об этом узнаем в сравнительном отдельном видосе или стриме. Но, говорю, всё, я этот запах не забуду. Ну, и теперь нужно попробовать. Ну, чё там? Тысяча чертей, да? Нет, это не там было. Ну, в общем, чё там у пиратов, напишите в комментариях. И на вкус тоже самое. И сладость такая же. И здесь тоже сладость. В этом, именно в этом составе, она круче. Крепость вообще теряется. Потому что сладость, всё это прям, крепость эту осаждает конкретно. Да, крепость для меня, вот 43, это уже слишком, да. Вот, но чисто в целях науки, проби. Но, даже, как есть такое мнение, раньше делали самогон, там, градусов, например, 50-55. Вот, в частности, я на 55 останавливался. Вот так скажем, останавливался где-то на 40. Ну, там даже, может, бывало и 38 в струе. А получался 55. И, типа, ну, что такое разбавлять самогон? Ну, не знаю. Ну, и как бы там же, воду надо хорошую и так далее. И, получается, что пили такую крепость. И, что, от чего это спасало? Ну, во-первых, пинеешь хорошо, быстро, да, так, ну. А спасало это от вонючки, от сивухи, от вкуса вот этого отвратительного. Что крепкий, более крепкий, он так не передает вкус это свои на рецепторы. То есть, обжигаешь их нахрен, эти рецепторы. И все, и пьешь эту крепкую вонючку. Да, это был самый лучший самогон. Нет, это был супер самогон. Тем более, что пропустишь его через фильтр Аквафор. А, да, стоит ли гнать самогон. Вот, посмотрите, этот видос. Первый самогон был просто безупречным. Я не думал, что настолько он чистым и вкусным получится. Ну, то есть, на тот момент, я не знаю, его не могло остаться, потому что там всего литр был. Я там очень щепетильно и аккуратно отбирал, без всяких вот этих... И первый перегон с отбором голов. Ну, в общем, что я говорю, посмотрите это видео. И главное, что очень похож на ромтемплиер. Очень, 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 очень. Ох, ну, нужно закусить. Что у нас теперь? Маки пойдут в фото. Классно, когда рис получается мягким. Тогда сразу ролл становится 10 из 10. Ну, а теперь текилка. Ммм, яркий-яркий аромат. Да, прям вот магазинная текила, которая в основном вот так пахнет, все абсолютно так же. Ну, вот, как та же вот альмека, которая у меня вот как раз тоже немножко такая желтоватенькая. Как она? Голд называется. Да, текила, он такой аромат, да, всегда кажется, что какой-то непонятный, что это вообще такое. Знаете, когда-то, в те времена, когда я пил казенку и пиры, там, пробовал текила, там, лет 14-13, 13, наверное, 14 назад первый раз попробовал. Тогда вообще не было ощущения вот этого, то есть и альмека, и сьерра пробовалось. Ну, дальше дороже, никто ничего не пытался покупать. Зачем? Ну, от магазинной альмеки здесь отличается все-таки какой-то еще ароматец, который я ощущаю именно в той текиле, которую я делал из экстракта. Вот, который мне также Мирбир присылал. Но, так что от экстракта, там нету вот этой основной текильной составляющей. Но, опять же, прошло время, напиток отдохнул и ждет сравнения, как говорится, с теми же эссенциями. Ну, текила, соглашусь, на любителя, просто так сидеть и хлестать, наверное, никто не будет. Это, конечно, состав коктейлей, обязательный состав коктейлей. В частности, тоже грядет в скором времени видос с коктейлями, там обязательно будет один из напитков с текилой. Естественно, нужна именно вот такая ароматика, которая вот именно здесь находится. Вот, ну, давайте, давайте, напишите, кто хотел выпить текилы, когда смотрел, в частности, в детстве, у кого это было в детстве, фильм «От заката до рассвета». Давайте, хорошие воспоминания. Да, там всех перестреляли, пипец, какие хорошие воспоминания. Да, и ударить по столу, да, как фильм. Ммм, текила тоже крепость абсолютно, абсолютно скрылась. То есть, если взять виски, в виски, там прям крепость сильно ощущалась, что на выше моего любимого градуса. А в текилке уже все норм. Все прям классненько. Да, кстати, наша тема, там типа с солью, чтобы это пить. Да, было бы неплохо реально с соли взять, выпить такой вот, такой вот именно вкус текилы. И лаймом закусить. Прям, 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 прям вот просится, прям просится. Но, увы, у меня роллы. Как говорится, более питательно. А то так можно быстро накидаться. Это гастрономический оргазм. Да, это однозначно так. В общем, эссенции Steel Spirit очень себя клево показали. Виски, виски очень интересный. Без вот этого аромата дешевых блендов. То есть, он очень-очень классный. С фруктовой ноткой, что в частности мне нравится. Черри, бурбон, вишневость, так скажем, далеко от химозности, от химозной. Ближе к натуральному, что ли. Ну, такое вот, ну, очень-очень яркое и крутое, да. Нет, 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 не прям-прям натуральный, нет. Аромат не натуральный, но он очень вкусный. Прям просто ароматище-ароматище. Оно и очень сладко, поэтому рекомендовал бы для черри-бурбона все-таки придерживаться именно рецептуры от производителя. А там дальше, может быть, даже еще можно будет разбавить. А, ром. Почему я его сейчас буду пробовать еще раз? Точнее, так скажем, набис, контрольный. Да потому что, как бы там ни говорилось, что ром-темплиер это не ром, это просто очень хорошее, хороший маркетинг, не маркетинг, это просто хороший самогон, спирт, может быть, самогон, водка, может быть, даже. Ну, наверное, не фильтрованная тем же углем, да, что ацетат альдегида там никакого нету. Ну, там всякие анализы показывают, что он достаточно чистый для рома. Особенно, если ром готовится именно двойной дистилляцией, и вторая дистилляция у нас прямоточная, а не колонного типа, то он у нас должен быть более грязный по всяким примесям. Вот. Ну, опять же, да, он должен быть ромом пахнет, но он не пахнет ромом. Он пахнет именно всякой ванильностью. В данном случае, да, у нас, получается, голд ром, и там бренд какой-то был. И получается, скорее всего, да, я даже не знаю, что это за бренд, что это за название такое. Вот. Но факт в том, что он пахнет как ром темплиер. А ром темплиер мне понравился. И эту конфетку я не забуду никогда. И как бы он, как бы, как бы никто не говорил, я не скажу, что я защищаю. Да, это не ром. То есть там характерных ромовых ароматов нету. Собственно, как и здесь. Но здесь у нас ванильно, сладкий ванильный аромат. Как конфета с коньяком, да, знаете, такое, да. И вот я делал самогон из конфет достык именно после пробы этого рома темплиера. Соответственно, и вот это тоже самое. Конечно, конфета достык, все-таки, она немножко не такая, но ассоциации, конечно, она создает. Вот. Ну, в общем, поэтому я этот напиток пью на бис. Контрольным. Текила. Текила это текила. Абсолютно четкая, обычная, настоящая текила, которую вы купите, там, не знаю, за 800, за 900 рублей, за 0,5. Здесь же посмотрите, сколько она стоит, сколько вы получите напитка. Я так думаю, можно спокойненько и на 2,5 литра разбавить и получить 5 бутылок текилы за сумму этого бутылька со своим самогоном. Самогон вы можете использовать вообще любой, какой вы хотите, там, по своему усмотрению, может быть, вы какой-нибудь, опять же, зерновой возьмете, мало ли. Ну, чтобы более вкусно было. Хотя зерно может и забить эти текильные ароматы. Вот. Опять же, я связываю еще такой момент, что почему бы и нет? Почему бы, да, не использовать тот же бурбон и виски, чменные дистилляты или, там, кукурузный дистиллят New Make, то есть невыдержанные бочки, использовать эти эссенции. То есть, да, это будет и натурально, и плюс, да, вот эта вот добавка эссенции извне. То есть, это такой, чтобы получилось еще круче, чтобы, ну, больше натуральности, да. Хотя эссенции все вроде как натуральнее, да. Ну, это мы от производителя видим, слышим. А с текилой, да, скорее всего, когда все это сравню, попробую, я просто текилу эту смешаю со своей той текилой. Это будет правильное решение, это будет максимально очень вкусная текила, которая будет радовать меня в коктейльчиках. Ну, надеюсь, мое субъективное мнение о вкусах этих эссенциях и эксперимент в плане того, что я взял, сделал поменьше количества и чуть-чуть повыше градус, возможно, будет для кого-то тоже полезным. Вот, так что по ссылке в описании вы можете найти разные эссенции, там не только этот набор еще по отдельности, какие вы любите, может, кто вы текилу не любите, берите по отдельности. Вот, ну и вкусного вам, Рома, как конфетка. И пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова